В ночь на 19 сентября прошлого года в дежурную часть отдела полиции номер 3 УМВД России по городскому округу Саранск поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной по улице Коммунистической, тела 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Прибывшие на адрес преступления полицейские установили, что смерть мужчине причинил 63-летний хозяин квартиры. Он сам вызвал правоохранителей. В тот вечер за одним столом собрались двое мужчин, долго беседовали, потом смеялись, а дальше решили продемонстрировать друг перед другом свое превосходство. После этого из квартиры живым вышел лишь один мужчина. Стали демонстрировать друг на друге приемы борьбы. В процессе борьбы у потерпевшего в руках оказался нож, который отобрал фигурант уголовного дела и дважды ударил им потерпевшего. В Ленинском следственном отделе поступок соседа квалифицировали как убийство. Фигуранта уголовного дела поместили в СИЗО, а накануне вынесли приговор. Суд, согласившись с мнением государства обвинителя, признал его виновным в совершении инкриминирования его деяния и назначил его наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В Октябрьском суде Саранска дело о причинении смерти только начнут рассматривать. Главный обвиняемый – 44-летний гражданин, который поднял руку на мать. По данным следствия, 12 мая текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 67-летней матерью, стал избивать ее, нанося удары кулаками по различным частям тела. От одного из ударов, нанесенных ей в область лица, женщина упала и ударилась о край дивана и затем о пол. Больше с пола она уже не вставала. Но родственник даже не посмотрел в сторону матери и продолжил распивать спиртное в одной из комнат квартиры. Лишь на следующие сутки он обратил внимание, что женщина не подает признаков жизни. Тогда он, закурив, решил перенести ее тело с пола на диван. В это время сигарета упала на покрывало, начался пожар. Службы спасения вызвали жильцы дома, когда почувствовали запах гари и дыма. В ходе следствия проведенная судебная медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила от травмы головы и шеи, осложнившейся травматическим шоком. Действия сына в СК квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Первое слушание состоится в ближайшее время.